Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Возлюбленная Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, паси Господи за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь празднует Второе Воскресенье после Пасхи. Сегодня День Памяти Жен Мироносец, и это является Днем Памяти Православной Женщины. Не 8 марта, не какая-то другая дата, которая нам нравится, а именно этот день. Почему этот день, почему Жен Мироносец, почему женский день, и чему посвящен этот праздник? Братья и сестры, потому что Жен Мироносец – это те, кто служит Богу. Мы празднуем сегодня память тех женщин, которые Богу служат. И нас с вами тоже, которые пришли в Святый Православный Храм. И каждая из нас женщина, каждая из вас женщина, которая приходит в Храм и служит Господу, становится женой Мироносицы. Она приносит, может быть, не мира, а то, которое принесли Мария Магдалина, Мария Иаковля, Мария Иосиева. Они принесли мира, как благовонное масло, которым намазало тело Иисуса Господа нашего Христа. Но вы приносите сюда, в Храм, тепло своего сердца, труды своих, рук. Спасибо за то, что в Храме у нас всегда чисто, всегда убрано, всегда цветы стоят, всегда с любовью, заботой. Вы наводите порядок и красоту в этом Храме. Спасибо за то, что главная духовная жизнь в Церкви сегодня и всегда, наверное, совершается с женщинами. Женщин больше всего в Храме Святом Православном. И эта традиция, что женщины первые приходят в Храм, первые находят друг друга к Богу, она тянется как раз вот с этого места, с Голгофы. На Голгофе кто был у креста Господа нашего Иисуса Христа? Апостолов не было, только один юноша, апостол Иоанна Богослов, а остальные были жены мироносицы. Кто после воскресения Христова пришел ко гробу Господа? Мы сегодня читали Евангелие от апостола Игориста Марка, что когда Господа распяли и погребли, женщины зрясти, где его по лагаху, то есть посмотрели, где, в каком месте положили Господа нашего Иисуса Христа, и минувши в субботе, прошла суббота, они первые пошли туда принести тепло своего сердца, послужить Господу. Нам купили мира, чтобы намазать тело Господа миром. Господь не был подготовлен к погребению, просто так завернули быстро и положили в гроб, потому что была Пасха иудейская, не было времени готовить тело к погребению. И вот они уже после погребения захотели все-таки воздать эти почести телу Господа нашего Иисуса Христа, намазать его миром, но вместо тела Господа нашего Иисуса Христа увидели ангела, который на гробе сидя возвестил им воскресение Христова. И вот мы с вами видим, что женщины первые нашли эту дорогу к вечной жизни, к воскресению Христова, первые нашли. И потом вышли и возвестили апостолам. Все то же самое продолжается сегодня в наших святых храмах и на нашей святой земле, по всей вселенной, и в России, и в Америке, и в Антарктиде, везде, где есть православный храм. Женщины – это первые те, кто находят дорогу в храм. Находят часто, точно так же, как жены мироносицы, хотя послужить Богу, прийти и отдать молитву, походатайствовать о наших ближних, изменить их жизнь, переживая о том, что ближние наши жизни находятся в беде. Кто-то пьет, кто-то находится в местах заключения мужчины, кто-то погибает еще в болезни какой-то, кто-то еще в каких-то страданиях находится, и женщины хотят им послужить, спасти их от беды, от страданий своих детей, своих мужей, своих родителей, отцов и дедушек. Приходят, находят дорогу в этот храм, вот здесь, как к месту погребения Господа нашего Иисуса Христа, к Его воскресению. И здесь встречают Ангела Господня, который говорит, «Нивезде, но восста, воскресе, Христос!» И женщины первые об этом узнают, и первые возвращаются в свои дома, толкают своих мужей, своих детей и говорят, «Христос, воскресе!» А мужья отвечают, что? «Дай поспать!» «Дай поспать!» Еще что отвечают? «Ты головой стукнулась об что-то, ты помешалась, иди там что-то еще там». Или начинают ревновать, да? Говорят, «Не пущу тебя больше в церковь, а то ты там, здесь ты мне стираешь носки, белье, готовишь борщ, а теперь пойдешь в церкви-то, будешь работать, служить. Мне, значит, меньше достанется, да, твое внимание». Начинают ревновать. «Ты Христу отдашь то, что мне я должна отдавать. Не пущу, там тебе еще попа еще 10 рублей на свечку заберет у тебя, а мне на сигареты может не хватить». Ну и так далее. Такое бывает. Разные говорят. То есть начинают ревновать. Но тем не менее, кто-то из этих мужей, как апостол Петр и как Иоанн Богослов, бегут к гробу сюда, в храм. Из 12 апостолов два только побежали. И вот из всех тех наших мужей и детей, и родителей, которые мы говорим, что Христос воскресе, жены, приходя из храма, рассказывают. Но Христос же воскрес, но вечная жизнь же наступила. Царствие Небесное открыто. Надо избавляться от страстей. Вот и исповедь есть. Прекрасно. Можно снять грехи, освободиться от зависимости своей, к алкоголю, к матершинной брани, от зависимости к блуду освободиться, от зависимости к серебролюбию, к унынию, к тоске, к печали. Наконец, научиться вставать с дивана, научиться работать, трудиться, радоваться жизни. Вот воскрес Христос. Жены и эту вот такую свою миссию апостольскую совершают, рассказывая бужьям. Кто-то действительно услышал и пошел за женами. Если пришел в храм, мало мужчин слышат джен Мироносец, но слышат и приходят. И если мужчины не слышат джен Мироносец, они не успокаиваются. Они начинают молиться за своих детей, за своих мужей, за своих родителей, вымаливать их. И это тоже служение жен Мироносец, ибо жены Мироносец еще и равноапостольные. Они проповедовали Христа во всем мире. Именно по молитве Марии Магдалины совершилось чудо, что яйца стали красными, яички, и император уверовал в воскресшего Христа. Они молятся, вымаливают своих мужей, детей и родителей столько, сколько нужно. Часто вымолить не получается за один день, а вообще почти никогда. Потому что, чтобы вымолить человека, ты должен сам измениться, ты должен сам стать другим. Мы, конечно, быстро в Бога уверовали, может, не быстро, мучительно, но вот и нам кажется, что вот все очевидно, все светло, ясно, все радостно, все так просто, все так легко со Христом. Но, братья и сестры, в нашей душе остаются страсти, и женские, и мужские души, и души священников, и монахов, и епископов, которые находятся в церкви, они все равно подвергаются нападению страстей, грехов. Каждый день сатана приходит, приносит нам помыслы и искушения. И поэтому мы пока не можем вынуть, мы видим, что бревно в глазах у наших ближних. Они не видят света Христова, они не видят вечной жизни, они передаются каким-то удовольствием, какой-то суете. Что-то для них важно, как разбирательство. У кого какое имущество, у кого какая должность их беспокоит, у кого какое счастье, у кого материальный достаток. Вот они над этим колотятся, бьются и мучаются, пары спуская. Не видят, что вот радость Христова здесь в храме святого православа, бревно. Но мы рассказать им это не можем. Они подвержены страстям, а мы вырвать их из этих страстей и привезти в храм не можем. Почему не можем? Почему не слышат они нас, братья и сестры? А в Евангелии на этот вопрос дается ответ. Там дается ответ на все вопросы. А ты, чтобы выносу честь в глазу брата своего, что сделаешь? У себя вырви бревно из глаза. И тогда увидишь и поймешь, как выносить с учетом глаза брата своего. И поэтому, братья и сестры, дорогие жены мироносицы, и все, кто в храме подвизаются, у нас еще такой долгий путь предстоит, чтобы мы из своего сердца вырвали эти страсти. Чтобы мы увидели, как победить гордыню, как победить обиды и самолюбие, как научиться не обижаться, как научиться не лениться, как научиться не унывать, победить эти страсти, как научиться наполнить сердце любовью, милосердием, кротостью, как научиться не истерить, а быть спокойным, миролюбивым, и за все благодарить Бога. И вот мы этому учимся потихоньку, вырывая бревно из своего глаза, и чем больше мы вырываем бревно из своего глаза, это происходит через исповедь, чем чаще мы исповедуемся, чем чаще мы причащаемся, чем больше мы молимся, чем внимательнее мы молимся, тем больше бревно выходит из нашего глаза, и тем, что лучше человек начинает видеть. Правда? Бревно убираешь из глаза и лучше видишь мир, что происходит здесь, что происходит там, что происходит за 3-9 земель, что происходит в твоей жизни, в твоем сердце, что происходит в ближнем своих. И тогда ты больше и лучше ближнему сможешь рассказать о Христе. И тогда больше и лучше ты можешь рассказать, как ему избавиться от своих страстей, когда ты сам от них избавляешься. И вот эта дорога и работа, и труд, помимо того, что жены мироносицы в храме и убирают, и украшают цветами, и поют на клиросе, и в церковной лавке помогают, и вообще вот все, что делается, все хозяйственные дела, кто делает? Священнику некогда, он не успевает. Жены мироносицы трудятся, спасибо вам большое, но и самый главный труд совершается это преображение наших душ, борьба со страстями, с грехами, чтобы донести, чтобы больше света взять свое сердце, свою душу на Божественной Тургии, чтобы больше благодати наполнить свой сосуд души, и эту благодать не расплескав, выйдя из храма, мы все больше и больше понимаем, что не надо останавливаться с кумушками, обсуждать. И осуждать кого-то, и у кого что там, кто купил, и кто чего сделал. Надо этот сосуд домой нести быстрее, чтобы из этого сосуда, из этой благодати наполнить ближних своих. Вот это служение, преображение своей души, наполнение души благодатью себя духа, и то, что мы даем эту воду живую из своей души, из своего сердца, взяв здесь в храме нашим ближним, это тоже служение жены мироносицы. Это то мир, который мы Богу приносим. Богу это очень угодно, чтобы, взяв благодать святого духа, мы дали другим людям, которые не могут ее взять, которые боятся церкви, которые сидят омраченные страстями и не видят счастья, радости и вечной жизни. И возлюбленные Господи, братья и сестры, почему же женщина первая находит дорогу к храму, первая находит дорогу к воскресшему Христу, почему не мужчина? Ведь говорится, что женщина – это немощный сосуд. Она подвержена многим страстям и грехам, она гораздо больше волнуется и тревожится страстями, нежели мужчина, она слабее перед ними, она больше падает, наверное, в эти страсти. Так говорит нам священное Писание, но тем не менее, женщины первые встретили воскресшего Господа. И в церкви именно женщин больше, именно они Богу служат, отдавая свою жизнь. Почему? Потому что Господь, даруя немощь людям, какую-то подавая немощь, Он подает и смирение, а смиренные Бога узрят. Смиренным Бог подает благодать, а гордым противится. И вот женщина перед Богом смиряется, часто не желая смиряться ни перед начальником, не желая смиряться ни перед мужем своим, часто перед родителями своими не смиряясь, но смиряется перед Господем, видя в своей душе, что Бог есть Вседержитель, Бог есть Отец, Бог есть Любовь. И женская душа тянется именно к любви, потому что в Боге любовь, Бог есть Любовь. И на Бог дает Любовь такую, которую никто не может дать. И Бог во всем может помочь. Как ты не обратишься, не надо рассуждать, как это бывает, почему Бог всех нас слышит, как Он может один, Бог, Бог Троица, всех, каждого миллиарда людей слушать. Женщина об этом не рассуждает, она знает, она чувствует в своем сердце, она видит это, что Бог ее слышит. Бог ей помогает, Бог засыщает ее, заступает ее от всех сопротивных обстоятельств. Она это видит, чувствует и обращается в простоте своего сердца детского ко Господу. И вот возлюбленная Господи, братья и сестры, почему она вот так вот близко, вот в такой простоте может соединиться с Богом? А потому что женщине, помимо вот этой немощи, а раз немощный человек, он может и смириться, в каждой немощь это возможно смирению. Каждая болезнь, ее церковь называют немощью, значит, каждая болезнь это немощь, и в каждой болезни можем больше смириться. Кто великие святые? Это те, которые болели, были в немощи, например, Матрона Московская или Авросий Оптинский. Но помимо этого, братья и сестры, женщине дан еще один великий дар, непостижимый, неописуемый, таинственный, мистический дар. Ева переводится «жизнь», слово «ева» в древнееврейском. И вот в ней зарождается жизнь, и эта жизнь начинает биться биением одним сердцем с женщиной. Ребенок, который рождается, он живет жизнью женщины одним сердцем, одним организмом, одним целым. Вот эта способность соединяться полностью своим сердцем с другим человеком, она дана женщине. И поэтому вот Богородица – это наша самая великая заступница перед Богом, потому что ее сердце билось одним сердцем вместе с Богом. Одним сердцем Бог во чреве ее находился и родился в этот мир через Богородицу. И вот женщина этим одним сердцем может соединяться и с Богом, и со своими любимыми людьми, и с детьми, и с мужем, и с родителями. Соединяться одним сердцем, биться одним сердцем в один такт, в одном ритме, прокачивая одну кровь для одного организма. Один организм – это семья, один организм – это церковь. Без барьеров, без отдалений. Вот соединяться одним сердцем с другим человеком. Эта способность великая дана женщине, Богом, и поэтому она соединяется с Богом и с другими людьми в таинстве любви. А соединяешься с другим человеком, ты соединяешься тогда только, когда этого человека, можешь соединиться с этим человеком, когда ты этого человека никогда не осуждаешь, когда ты этого человека никогда ему не завидуешь, никогда над ним не превозносишься, не считаешь его хуже себя, а себя лучше, чем он. Никогда ему не зложелательствуешь, никогда никого реха против него нет. Когда ты этого человека любишь, вот тогда сердце открывается, ты соединяешься с ним. Вот женщина способна так любить ребенка, не осуждая, не превозносясь над ним, не зложелательства, никакого греха против него не чувствуя. Не всегда оно бывает. И точно так же с Богом соединяться. И вот это есть любовь. И вот это то, что происходит с нами здесь в храме. Мы очищаем свое сердце в таинстве исповеди, в таинстве причастия. Вырываем бревна из своих глаз, убираем страсти. И в сердце наше входит все больше и больше любви, которую мы из храма изнеся, несем нашим ближним мужчинам, те, которые еще не пришли сюда, к спасительному гробу Господню и месту Его воскресения. Спасибо, Господи, возлюбленные женщины, за Ваш святой подвиг, за Ваши святые молитвы. Я желаю всем нам с Вами и Вам тоже, чтобы мы очищались от страсти, чтобы мы вынимали все больше бревна из глаз, которые, эти бревна называются гордыня, они называются зависть, они называются осуждение, они называются превозношение, обиды, злопамяство, зложелательство, серебролюбие, блуд, чревоугодие. И вот эти все бревна мы вырывали, вырывали из своих глаз, и все больше и больше видели, как мир прекрасен, как с Богом все возможно, и помочь нашим ближним, и построить церковь, и спасти свою душу, и быть счастливым здесь и в вечности со всеми святыми. Помоги нам, Господи, чтобы мы это видели в нашей жизни, становились все счастливее, радостнее, все больше любовью наполняешься наши души, и все больше и больше служили Господу, и делами рук своих, убирая храмы, украшая их, и делами сердец своих, очищая свои сердца, наполняя любовью, благодатью и жизнью вечную, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok